Всем привет! С вами Модсиантист, это канал Патан Амебного Уровня. Мы продолжаем изучать заболевания сердечно-сосудистой системы, и сегодня мы будем говорить о ревматических болезнях. Лекция довольно большая, поэтому я ее разбил на две части. В первой мы будем рассматривать общую характеристику ревматических болезней и ревматизм, а во второй другие ревматические болезни, ревматоидный артрит, системную склеродермию, синдром Шагрена и прочее. Итак, ревматические болезни – это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани и сосудов, которые обусловлены иммунными нарушениями. Что относится к ревматическим болезням? Во-первых, это ревматизм, далее это ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит или болезнь Бехтерева, системная красная волчанка, системная склеродермия, узелковый периартериит или полиартериит, дерматомиазит и синдром Шагрена или Сьогрена. Какие общие черты есть у ревматических болезней? Во-первых, это отсутствие четко установленного этиологического начала. Единственным исключением в этом плане является ревматизм, поскольку для него выявлена очень четкая ассоциация с инфекцией бета-гемолитическим стрептококом группы А. Стоит отметить, что для ревматических болезней характерно наличие инфекционного очага в организме. Далее, для этой группы заболеваний характерно наличие нарушений иммунного гомеостаза в виде реакции гиперчувствительности немедленного и замедленного типа. Далее, это непрерывное хроническое клиническое течение с периодами обострений и ремиссий. И, наконец, с морфологической точки зрения, для этой нозологической группы характерна системная прогрессирующая дезорганизация межклеточных структур соединительной ткани и сосудов, а также коллагена, аморфные субстанции и клеточные реакции, которые могут быть выраженными в той или иной степени, что в свою очередь приводит к генерализованному воскулиту и повышению сосудистой проницаемости. Если мы говорим о каких-то принципиальных звеньях патогенеза ревматических болезней, то здесь два основных принципиальных звена. Это снижение иммунобиологической толерантности к собственным белкам и патологическая активация иммунитета. Об иммунологической толерантности говорилось в теме иммунопатологии. Ссылку я приведу в правом или левом верхнем углу. И как логическое следствие снижения иммунологической толерантности развивается патологическая активация иммунитета, либо клеточного, либо гуморального. И вот здесь на слайде показаны, какие могут быть проявления активации гуморального иммунитета. В первую очередь они характеризуются большим количеством антител, либо аутоантител, либо перекрестно реагирующих, либо иммунных комплексов, либо гетерологичных антител. И вот этот и еще два следующих слайда будут исключительно справочным материалом. Они будут нужны для того, чтобы вы поставили на паузу, там сфотографировали, заскриншотили, или законспектировали на худой конец, вот эти данные, которые вам вдруг понадобятся для каких-то целей. В первом слайде представлены антитела, которые могут быть при различных заболеваниях, антинуклеарных, ДНК, гистоном и прочее. Дальше это антитела к экстрагируемым водорастворимым ядерным антигенам, СМИТ-антиген, ССА, ССБ, рибонуклеопротеид и так далее. И, наконец, это антитела к фосфолипидам, среди которых важная роль отводится, во-первых, кардиолепину, во-вторых, волчаночному антикоагулянту. С морфологической точки зрения в садительной ткани происходит такой процесс, который называется дезорганизация садительной ткани. И вот эта вот самая дезорганизация садительной ткани имеет несколько стадий. Первое это мукоидное набухание, второе это фибриноидные изменения, которые включают в себя фибриноидное набухание и фибриноидный некроз. Далее это клеточные воспалительные реакции и, наконец, склероз. Итак, препарат мукоидное набухание, в данном случае эндокарда клапана сердца, окраска талуидиновым синим. В данном случае мы видим, что препарат должен быть синим, но он практически полностью фиолетовый. Вот здесь множественные участки фиолетовой ткани. Откуда этот фиолетовый цвет? Это результат такого феномена, как метахромазия. Кислые мукополисахариды или гликозаминогликаны вызывают феномен метахромазии в препарате при окраске талуидиновой синькой. Более подробно данный процесс был рассмотрен в теме стромально-сосудистой дистрофии. И ссылочку на эту лекцию я также сейчас дам. Она уже в углу вашего экрана. Вслед за мукоидным набуханием идут фибриноидные изменения. В частности, фибриноидное набухание, показанное на этой электронограмме. Что мы здесь видим? Мы здесь видим две очень важные характеристики. Во-первых, это вот такое отложение достаточно плотных, электронно-плотных масс. Эти массы называются фибриноид. Поскольку они внешне напоминают фибрин, да и практически всегда содержат в своем составе фибрин биохимически. И эти фибриноидные массы откладываются по ходу коллагеновых волокон, при этом рассосаться они не могут, и остаются уже с человеком до его смерти. Ну, либо до того, как пораженный орган будет заменен, либо протезированием, либо путем трансплантации. И второй важный элемент. Это разрывы коллагеновых волокон. Вот мы видим, идет волокно, вот оно обрывается, и вот его как бы продолжение, которое должно быть, но из-за разрыва оно уже отсутствует. Вот эти разрывы коллагеновых волокон являются маркерами необратимости процессов при фибриноидном набухании. Если при мукоидном набухании процессы все еще обратим, то при фибриноидном уже нет. Переходим непосредственно к ревматическим болезням. И начинаем мы с острой ревматической лихорадки, которая также называется ревматизм или болезнь Сокольского Буйо. Это системное инфекционно-аллергическое заболевание садительной ткани с преимущественной локализацией процессов в сердечно-сосудистой системе, которая развивается через 2-3 недели после перенесенной инфекции, как правило ангины или скарлатины. Эти инфекции, что очень важно, должны быть вызваны такими микробами, как бета-гемолитические стрептококки группы А. И обычно ревматизм развивается у предрасположенных лиц, как правило у детей-подростков в возрасте 7-15 лет. Обычно в этом возрасте люди в первый свой раз контактируют с бета-гемолитическим стрептококком и переносят ангину или скарлатину. У бета-гемолитического стрептокока есть ряд ревматогенных сиротипов, это 3, 5, 18 и 24. Штаммы ревматогенных сиротипов характеризуются наличием на поверхности специфической антигенной детерминанта или эпитопа, так называемого М-протеина, который имеет определенное сходство с компонентами сердечной мышцы, мозга и синовиальных оболочек сустава, что в дальнейшем будет обусловливать клиническую картину острой ревматической лихорадки. И вот некоторые заболевания, которые вызываются бета-гемолитическим стрептококком группы А. В первую очередь это ангина, скарлатина и рожа. Именно эти заболевания чаще всего приводят к такому заболеванию, как ревматизм. Отдельно стоит отметить в этой группе скарлатину и рожу, поскольку оба этих заболевания характеризуются появлением сыпи. В случае скарлатины это мелкоточечная пятнистая сыпь. В случае рожи это сыпь, характеризующаяся очень большими по размеру пятнами, с изрезанными краями и ярко-красного цвета. Вот наличие этой сыпи уже характеризует то, что стрептококковая инфекция имеет в своем патогенезе какой-то воскулит. И вот этот воскулит еще более усиливается при ревматизме. В настоящее время в патогенез острой ревматической лихорадки описывается так называемой токсико-эммунологической теорией. И эта теория включает в себя ряд моментов. Во-первых, происходит прямое токсическое повреждение соединительной ткани ферментами стрептококка группы А. Это стрептолизины О и С, стрептокиназа, гиолуронидаза, дезоксиримбонуклеаза и другие. Дальше, это воспаление, которое вызвано иммунными комплексами, образованными в месте повреждения ткани. Ну и наконец, самое главное звено патогенеза, эдакая вишенка на торте, это инфекционно-аллергическое повреждение ткани, сердца, головного мозга, суставов, противострептококковыми антителами, которые перекрестно реагируют с антигенами, если сердце, то сарколемы клеток миокарда, также гликопротеинами клапанов сердца, если речь идет о мозге, то это антигены цитоплазмы нейронов фостатого и субталамического ядер головного мозга. Это так называемый феномен молекулярной мимикрии, когда одни антигены очень сильно похожи на другие, и поэтому одни антитела могут реагировать с двумя разными типами антигенов, просто потому что они похожи. И вот это вот наличие аутоиммунного повреждения позволяет объяснить временной промежуток между дебютом инфекционного заболевания и поражением органов, поскольку для того, чтобы развился специфический иммунный ответ, нужно время. Это от двух недель до одного месяца. И в основном между перенесенной стриптококковой инфекцией и ревматизмом как раз имеется вот этот самый временной промежуток. Если мы говорим об острой ревматической лихорадке, то у нее есть определенные критерии. Это так называемые критерии Киселя-Джонсона. Есть критерии большие, есть критерии малые. В первую очередь клиницистам нужно знать большие критерии Киселя-Джонсона. Это ревмокардит, ревматический полиартрит, так называемый мигрирующий полиартрит крупных суставов, это ревматическая хорея или хорея сиденгама, это кольцевидная эритема и ревматические узелки. И вот здесь сказано, что для того, чтобы поставить диагноз ревматизм, нужно наличие либо двух больших критериев, либо одного большого и двух малых. И при этом нужно иметь данные, которые подтверждают предшествующую инфекцию бета-гемолитическим стриптококком группы А. Начнем с ревматического кардита. Он имеет три основных проявления. Это эндокардит, миокардит и перикардит. В соответствии со слоями сердца. Эндокард, миокард и перикард. Начнем с наиболее важного проявления ревматического кардита. Это ревматический миокардит. Он характеризуется гранульматозным воспалением, которое проявляется так называемыми ашофталалаевскими гранулемами. И вот эти ашофталалаевские гранулемы имеют ряд стадий в своем развитии. Первая стадия это цветущая, вторая стадия увядающая, третья стадия рубцующаяся. Что происходит? Во время цветущей или литической стадии развивается непосредственно повреждение антителами и развивается фокус фибриноидного некроза в миокарде. Вокруг этого фокуса фибриноидного некроза появляется большое количество макрофагов и их производных. То есть макрофаги это клетки Аничкова и они могут слиться и могут появиться гигантские многоядерные клетки ашофа. Дальше процесс как бы заживает. И вот следующая стадия это синтетическая или увядающая гранулема характеризующаяся начальными склеротическими процессами уменьшением количества макрофагов и уменьшением размеров очагов некроза. И наконец в самом конце развивается рубцующаяся гранулема которая характеризуется склерозом. И вот в итоге вот этих вот самых ашофталалаевских гранулем развивается такое проявление ревматизма как диффузный мелкоочаговый кардиосклероз. То есть ревматический миокардит в дальнейшем из-за склероза вот этих ашофталалаевских гранулем приведет к диффузному мелкоочаговому кардиосклерозу и развитию хронической сердечной недостаточности. В эндокарде вот эти самые узелки ашофа называются бляшками макаума и представлены они в общем-то тем же самым. Ну и теперь препараты. Вот слева цветущая гранулема ашофталалаева. В центре мы видим фокус фибриноидного некроза вот эти гомогенные азинофильные массы. По периферии лимфомакрофагальная инфильтрация. Лимфоциты по самой периферии чуть ближе к центру вот мы видим скопление макрофагов это клетки Аничкова. И вот справа это уже увядающая гранулема где мы видим только макрофагальную инфильтрацию. представленную клетками Аничкова и гигантскими многоядерными клетками Ашофа. И вот проявление ревматического перикардита так называемый фибринозный перикардит или волосатое сердце. Сердце в размерах не изменено. На поверхности перикарда отмечаются множественные грязно-серые наложения в виде ники, которые легко отторгаются. Переходим к другим проявлениям острой ревматической лихорадки. Во-первых, это ревматический полиартрит. Вот то, с чем ассоциируется у любой бабушки на лавочке, если она, конечно, не врач, слово ревматизм. Для ревматического полиартрита характерно поражение крупных суставов конечностей. В первую очередь, это коленные, голеностопные, лучезапястные, локтевые. Очень характерным являются так называемые летучие боли. Вот я же сказал, мигрирующий полиартрит. То есть сначала боль и воспаление локализуются в одном месте, потом в этом суставе, допустим, в плечевом она проходит, но появляется в коленном. И вот все время так она мигрирует или летит от одного сустава к другому. Внешне клинически проявляется припухлостью суставов, которая обусловлена синовитом и поражением переартикулярных тканей. Но при этом отсутствует поражение костно-хрящевых компонентов сустава и из-за этого процесс полностью обратим. В отличие от ревматоидного артрита, о котором мы будем говорить чуть позже. И вот эта полная обратимость процесса при ревматическом полиартрите, но при этом достаточно выраженное поражение сердца привело к такому замечательному крылатому выражению, что ревматизм лижет суставы, но кусает сердце. Следующее проявление ревматические узелки. Это маленькие, диаметром не более 5 мм, плотные безболезненные образования локализующихся переартикулярных тканях в местах прикрепления сухожилия, над костными выступами в области крупных суставов, а также в области затылочной кости. Ревматические узелки встречаются только у детей, обычно появляются перед первой атакой ревматической лихорадки и бесследно исчезают при лечении. Вот через пару слайдов я покажу, как они выглядят. Следующее проявление это кольцевидная ритема. Нередко сочетается с ревмокардитом и другими проявлениями ревматизма. Возникает в 10-20% случаев чаще у детей и подростков. Высыпания бледно-розового цвета локализуются на коже туловища и внутренней поверхности конечностей. Исчезают при надавливании, не сопровождаются кожным зудом и не возвышаются над уровнем кожи. И как следует из названия имеют характерную кольцевидную форму. И наконец, самое такое интересное проявление это малая хорея или хорея сиденгама. По-другому еще называется пляска святого вита. Это расстройство центральной нервной системы, которое характеризуется внезапными, бесцельными, беспорядочными движениями. Это называется гиперкинезы. Также мышечной слабостью и эмоциональной нестабильностью. Эти изменения связаны с тем, что в результате молекулярной мимикрии поражаются противострептококковыми антителами такие структуры головного мозга, как полосатое тело, субталамические ядра и мозжечок. Малая хорея возникает в основном в детском возрасте, чаще у девочек. Стоит отметить, что симптомы усиливаются при возбуждении, напряжении или утомлении, но стихают во время сна. И вот основные проявления. Вот это кольцевидная эритема, вот такие вот высыпания, пятнистые в первую очередь, и они имеют, особенно вот здесь, вот здесь форму кольца, собственно, поэтому и названы кольцевидной эритемой. Дальше, ревматоидные узелки, которые идут как раз по ходу суставных сухожилий. Вот он, локтевой сустав, вот прям над прикреплением сухожилия трехглавой мышцы плеча. Вот здесь мы видим узелок, вот здесь еще несколько узелков, которые идут как раз по ходу мышечных сухожилий. Ну и, наконец, хоресиденгамма. Мы видим вот такие вычурные, причудливые движения у ребенка, которые обусловлены поражением подкорковых ядер, в первую очередь, полосатого тела. И вот, поскольку есть основные, большие критерии, это ревмокардит, мигрирующий полиартрит крупных суставов, хоресиденгамма, хоресиденгамма, ревматоидные узелки, кальцевидная ретема. Отсюда выходят основные клиникоантомические формы ревматизма. Если ревмокардит, то кардиоваскулярная, если полиартрит, то полиартритическая, если это ревматические узелки, то это надозная или узловая, и если это хоресиденгамма, то есть поражение головного мозга, то это церебральная форма. И вот очень важная, это кардиоваскулярная форма ревматизма. Со стороны сердца может быть миокардит, кардиосклероз, перикардит, могут быть поражения сосудов, но еще очень важно то, что бывает уже после острой ревматической лихорадки, это такое состояние, как хроническая ревматическая болезнь сердца. Это исключительно клинический термин, который достаточно часто используют терапевты. У нас, у патологоанатомов, это характерные морфологические проявления в виде ревматического эндокардита, который имеет ряд стадий. Это диффузный, острый бородавчатый, фибропластический и возвратно-бородавчатый. Это если речь идет о клапанном эндокардите, в первую очередь. И если поражаются клапаны, то развивается клапанный порог сердца. Итак, какие изменения происходят при клапанном эндокардите? Вначале происходит диффузная дезорганизация соединительной ткани из-за поражения ее антителами, и развивается первая стадия диффузный эндокардит или вальвулит. Микроскопически там исключительно мукоидное набухание соединительной ткани. В дальнейшем повреждение антителами продолжается. Поражается эндотелий, выселающий клапаны, и поскольку повреждается эндотелий, активируется одно из звеньев триады Верхова за счет повреждения эндотелия. На поверхность выходит фактор фон Вилебранда, и он инициирует образование тромба. И вот наличие этих пристеночных тромбов, которые внешне выглядят как бородавки, является проявлением острого бородавчатого эндокардита. То есть, острый бородавчатый эндокардит это по сути своей появление пристеночных тромбов после диффузного эндокардита. В дальнейшем, рано или поздно, воспалительный процесс заживает, стенка клапана замещается фиброзной тканью, и это приводит к так называемому фибропластическому эндокардиту, который характеризуется диаленозом и склерозом. Стенок клапана, а с клинической точки зрения, он проявляется таким понятием, как порог сердца. Вот эти стенозы и недостаточности клапанов как раз и есть основное проявление фибропластического эндокардита. Вот эти метральный стеноз, метральная недостаточность, аортальный стеноз, аортальная недостаточность, которые вы изучаете или будете изучать в курсе пропедевтики внутренних болезней или терапии, вот эти все шумы, симптомы Ревера Карвала, Греха Мастила, Мюсси Георгиевского, Мюссей и так далее, и так далее, и так далее, это все является результатом фибропластического эндокардита. И в самом-самом конце может быть рецидив процесса. Вот на этом склерозированном клапане опять может развиться воспаление и могут появиться пристеночные тромбы, что будет проявляться к называемым возвратно-бородавчатым эндокардитом. То есть это тот же острый бородавчатый эндокардит, только уже на склерозированных клапанах. То есть наличие пристеночных тромбов на уже склерозированных в результате порока сердца клапанов. Стоит еще отметить очень важную вещь касательно вот этих самых тромбов. Эти тромбы могут отрываться и развиваться может тромбоэмболия по большому кругу кровообращения. С развитием соответствующей клинической симптоматики. Если это тромбоэмболия сосудов головного мозга, может развиться инфаркт головного мозга и очагово-неврологическая симптоматика. Если это почки, то может развиться гематурия и инфаркт почки. И так далее. В зависимости от того, в какой орган попадет этот самый тромбоэмбол. И вот основные проявления клапанного эндокардита. Это острый бородавчатый эндокардит. Мы видим на поверхности клапанов вот такие множественные розовато-коричневатые наложения, которые чем-то напоминают бородавки и которые, самая их главная проблема, могут отрываться и приводить к эмболии различных органов. Далее это микропрепарат острый бородавчатый эндокардит при ревматизме. Вот мы видим стенку клапана. Вот она. Она еще относительно не изменена. Изменен только эндотелий. Эндотелий разрушен. И вот здесь к эндотелию очень плотно прикреплены тромботические массы, представленные эритроцитами и фибрином. Дальше. Фибропластический эндокардит. Основа основ любого порока сердца. В данном случае речь идет о метральном клапане. Створки клапана утолщены, склерозированы. Местами отмечаются сращения створок клапана. Вот это сращение является одним из важнейших признаков метрального стеноза. Кстати, здесь есть еще один признак метрального стеноза. Мы видим очень большие размеры левого предсердия. Вот это как раз результат того, что через узкое отверстие атриовентрикулярного клапана кровь не может полностью проходить во время систолы предсердий. И поэтому кровь накапливается в полости левого предсердия, что в итоге приводит к его дилатации. А вот наиболее выраженный вариант метрального стеноза так называемая рыбья пасть. Отверстие метрального клапана резко сужено. Через него может проходить только тоненькая струечка крови. И вот эта тоненькая струйка дает нам такой клинический симптом, как симптом кошачьего мурлыканья, который можно выявить при пальпации при кардиальной области. И также мы отмечаем достаточно большие размеры полости левого предсердия. Далее возвратно-бородавчатый эндокардит. Здесь мы видим, что створки уже утолщены, уплотнены. Есть даже признаки сращения створок. Но при этом на этих створках отмечаются вот такие коричнево-красные наложения, которые именуются бородавками, и которые являются по своей сути тромбами и могут привести к тромбамболии различных локализаций. И вот так выглядит возвратно-бородавчатый эндокардит при ревматизме. Мы видим признаки склероза стенки клапана, также мы видим достаточно выраженную инфильтрацию стенки клапана лимфоцитами и основные проявления. Это пристеночный тромб, вот он такой здоровый, представленный эритроцитами, фибрином и небольшим количеством лейкоцитов. На этом все, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно на них отвечу. До скорой встречи!